Хукм азани валь-икама. Каково постановление произнесения азана и икама? То есть, является ли обязательным, например, перед намазом произнести азан и икама? Или это является желательным? Если ты дома, или если ты в пути? Если ты один дома, или если ты в группе? Если ты в группе в мечети, или ты просто в группе дома, допустим. Так или нет? И если скажем, что азан и икама произнести обязательно, Тогда, если мы их не произнесем, намаз достоверен или недостоверен, то есть действительно или недействительный, и так далее. То есть вопрос, каково постановление об азане и о икаме. Сказал имам Ан-Науев в книге Шарх-Муаззаб, наш известный мазгаб, то есть мазгаб кого? Шафиитов. То, что и произнесение азана и икамы является сунной. Здесь имеют в виду, что он подсунный. То есть желательным действием является желательный мустохар. Для каждого намаза, будь то дома или будь то в пути, будь ты в группе или будь ты один, ни азан, ни икама не являются обязательными ни в каком случае. Это мазгаб кого? Шафиитов. Говорит Фаин, И если и азан, и икама не будут произнесены, а намаз будет прочитан или совершен без азана и без икамы, то намаз является действительным, будь то намаз одного человека, или будь то намаз целой группы людей. И этого мазгаба, кроме шафиитов, придерживался также Абу Ханифа, и его ученики, и также Исхак Ибн Рогавей, и передал Ассарахси это мнение от большинства ученых. Здесь подпишите себя, что не Ассархаси, а Ассарахси. Практически все называют этого человека, то есть это один из имамов ханафитского мазгаба. Практически все его называют Ассархаси. Хотя если вернуться к книгам самих ханафитов, то они называют его Ассарахси. Ассарахси, то есть от местности Ассарахс, а не от местности Ассархас. Это первое мнение в вопросе. Какое? То, что азан и икама, оба они являются желательным, необязательным, и если они не будут произнесены, то намаз, совершенный без азана и без икама, является действительным. Это первое мнение в вопросе. Говорит дальше имам Аннауи Уакали Ибн Мунзир, и сказал Ибн Мунзир, Азан и икама являются обязательными для группы людей. То есть если ты дома один, то для тебя необязательно. Но если вы в группе людей, так, 5, 6, 2, 3 человека, то тогда произнесение азана и икама является обязательным, будь то дома или будь то в пути. Даже если вы в пути и вас несколько, то вы должны произнести азан. Обязательно. Так, это мнение кого? Ибн Мунзир. Это второе мнение в вопросе. Дальше. Тала вакала Малик, говорит имам Аннауи, и сказал имам Малик, Таджибуфи мазжиги льджамаа. Обязательным являются азан и икама, но только в мечети, если в нем собралась группа людей на намаз. Или в которую обычно приходит группа людей для совершения намаза. То есть в этой мечети обязательно, а в пути или где дома, или в каком-либо другом месте, если люди намаз читают, не в мечети, тогда азан произносить необязательно. Это третье мнение имама Малика. Четвертое мнение вакала Атауал Аузаи. Сказал Ата и Аузаи, Если человек забыл произнести икама перед намазом, то он должен заново совершить намаз. То есть он не произнес икама, затем совершил намаз, потом вспомнил, что икама он не произнес, заново должен совершить икама. Это о чем говорит? Что мнение Ата и Аузаи, то, что икама является обязательной, такой обязательностью, что если ты ее даже забудешь, то твой намаз не является действительным. То есть намаз, его действительность, непосредственно связан с произношением икама перед этим намазом, по мнению Ата и Амирабаха и имама Аузаи. Говорит следующее мнение, уже пятое, так или нет? А от имама Аузаи также приходит следующий риваят, То, что имам Аузаи сказал, то, что заново перечитать намаз, если он забыл произнести икаму, человек должен только в том случае, если время намаза еще не вышло. Понятно, да? То есть, если он вспомнил о том, что икама не произнес, уже после того, как время вышло, то есть Атар прочитал и вспомнил только во время Атарабы, все, Атар не должен перечитывать. Это мнение Аузаи. Говорит, и сказал Аль-Абдари, хума сунна инда Малик. Оба они являются желательным у имама Малика. Это подобно кому? Подобно мазхаба имама Навы. Говорит, во фарда кифая инда Ахмад. А имам Ахмад считает, что азан и икама фарду кифая. Что значит фарду кифая? То есть, если собрались 20 человек в мечети, не должен каждый произносить азан, а достаточно, чтобы один за всех произнес азан. Ва кала Дауд, и сказал Дауд Азахири, хума фардун ли салат аль-джамаа. И азан и икама являются обязательными для группы людей, которые приходят обычно для совершения намаза. Но если они не произнесены, то есть, ни азан, ни икама, то и намаз после этого совершен, без этого, то намаз действительно. Это мне никого Дауд Азахири. Ва кала Муджахид, и говорит Муджахид, иннасиаль икама фис сафар а'ада. Если забыл произнести икама перед намазом, то он должен совершить намаз заново, если эту икаму или этот намаз он совершал в пути. То есть, по мнению Муджахида, если ты совершал намаз дома, то есть, дома, в смысле, в своем городе, в мечети или дома, вот так, и забыл совершить икама, то перечитать не надо. Но если ты в пути забыл совершить икаму, произнести перед намазом, тогда заново должен совершить намаз. Ва кала аль Мухаммили, и сказал аль Мухаммили, кала ахлю Захир, сказали Захириты, фума вуаджибан ликулли сала. И азан и икама являются обязательными перед каждым намазом, вахтал фуфи ишират вигима лисахатиха. И затем сами же Захириты разногласили, если их произнесение было забыто так, или не произнесено намеренно, то является ли намаз совершенный после этого достоверным или нет. Вот смотри, в одном вопросе азаны и икамы, какое огромное количество мнений, так или нет. Это говорит тебе о чем? Что просто мнение обладающих знанием без доводов не несет или не имеет силы, не имеет силы в шариате. Культу говорит шейх Мухаммад Хизан, и правильным мнением из всех этих мнений является Это то мнение, которое придерживается имам Ахмад, а также это мнение некоторых шафиитов и маликитов. А что это за мнение? То, что и азан, и икама являются обязательным произнесением, но кифая, то есть для кого-то одного из общей группы людей. То есть если здесь человек есть, если один произнес за всех азан и икаму, то со всех остальных спадает в грех за их непроизношение. Во-ядульну алал-удюб хадис Малик Ибн Хаваирис фи-саххин. Во-первых, нужно доказать, что азан и икама являются обязательными. Так или нет? Во-первых, нужно доказать, что азан и икама являются обязательными. Указывает на их обязательность хадис Малик Ибн Хаваириса у имама Бухари и муслима, где пророк Салавасан сказал, А когда наступит время намаза, то пусть один из вас произнесет азан. Это что такое пусть произнесет? Это Амр, приказ. Причем сказал один из вас. Не сказал все произнесите азан. Так или нет? Пусть один из вас произнесет азан. А потом пусть возглавит ваш намаз самый старший из вас или взрослый из вас. Во-хадис Анас Фи-саххин. А также указанием на обязательность азан и икама является хадис Анаса имена Малико у Бухари и у муслима. А на навесе Салавасан Кан из-за Газа Карья то что пророк Салавасан если совершал военный поход на какую-то местность у Атала Аль-Саджир и наступал рассвет то есть он до рассвета не нападал. Приближался к окрестностям так то есть к этой местности сплотную со своим войском в кимноте. И затем ждал наступления рассвета. И говорит Истана И когда наступал рассвет пророк Салавасан прислушивался. Если слышал что жители этой окрестностей или местности произносит Азан тогда Амсака удерживался от нападения. Если же не слышал Азана то Агара нападал внезапно. То есть внезапно нападал. И слово этого хадиса принадлежит имаму Муслиму. Понятно или нет? Вот эти два хадиса указывают нам на что? На достоверность на обязательность произношения Азана и Икамы. Говорит И так же в истории Азана которая пришла о том то есть история которая рассказывает о том как был узаконен вообще Азан. В нем говорится И приказал пророк чтобы он встал и призвал к намазу. То есть что опять приходит? Приказ. То есть пророк приказал это сделать а приказ обязательных выполнений является ваджбом. Говорит он и так же хадис Абу Катаду имаму Муслима В той истории где пророк и сподвижники из-за тяжести похода и того что долго были с пути вплоть до самого рассвета проспали намаз. Так. И в нем приходит то что Беляль тоже дал Азан. То есть даже уже после того как время уже вышло. То есть они пророк Хасам приказал Белялю когда дать Азан? Когда они читали намаз уже после того как вышло солнце. И все равно дали на этом намаз Азан. Говорит Все это указывает нам на то а так же другие хадисы что пророк Хасам не оставлял произношение Азана ни в пути ни дома. Валянно уменьши айри лислям азлахира. И так же потому что Азан является из внешних знаменей ислама. То есть внешних влияний ислама которые на мусульмане отличаются от кого от неверующих. И кстати есть в главах о вероотсупничестве и так далее о том что если во всей стране или во всем городе живут мусульмане и в нем не произносит Азан то правитель верующих обязан пойти на них войной и заставить их произносить Азан. Почему? Потому что это из внешних проявлений ислама. Говорит Азан Азан А что же касается доказательства того что Азан достаточно чтобы его произнес один только из группы людей а не все они Это потому что пророк приказал Азан чтобы он взял себе Муаззина какого-нибудь или нашел себе Муаззина То есть в том месте в котором жил Азан И к тому же пророк не приказывал тем которые не посетили намаз в мечети произносить Азан То есть есть например люди больные которые заболели или у них есть какие-то другие оправдательные причины они не пошли на джема в мечеть а стали совершать намаз дома Не пришло такого чтобы пророк приказывал им говорить Азан еще дома Это говорит о том что если в какой-то местности Азан произнесен и люди услышали Азан то не обязан каждый человек произносить Азан отдельно То есть если ты дома отдельно читаешь то ты Азан не должен произносить И понятное дело что если в мечети собрались допустим тысячи человек что каждый из них не должен произносить То есть вопрос сейчас разбирается не в том что если в мечети тысячи человек собрались должен ли каждый из них Азан произносить или достаточно одного Там понятно что одного достаточно так в этом никто не спорит То есть имеется в виду если человек не смог пойти джема в мечети по какой-то причине но при этом говорит, дома, для себя самого, так, для одного себя. Относительно этого мы говорим, что не должен, то есть это не является его ваджбом. Запрета на это нет. И запрета на это нет, но и приказа на это нет. Нужно ему принести или нет, дальше это придет. Так? Но приказа на это не пришло, потому что не пришло от пророка, чтобы он это приказал. Он говорит, инсаллафи джема ани. Даже если человек читал дома намаз джема, то есть со своей семьей, допустим, сын у него старший, или жена есть, так и так далее. Говорит, воедан Амрун-Наби, саллафи салли Малик ибн-Хуэрис. К тому же на это указывает приказ пророка, саллафи салли Малику ибн-Хуэрису. Увалит Амр ибн-Саллима, а также отцу Амра ибн-Саллима. Здесь, как я помню, правильно будет Саллима, Аллаху Аля. Надо будет вернуться в токри, посмотреть. Амр ибн-Саллима. То есть обычно говорят Саллима, но вот это вот Амр ибн-Саллима. Говорит, бель-Азан, из-за хазарати салла. То есть пророк, саллафи саллим, приказал Малику ибн-Хуэрису и отцу Амра ибн-Саллима совершить азан, когда наступит время намаза. Амр ибн-Саллима, это ребенок, которому было 7 лет, он возглавлял намаз над людьми. Возглавлял намаз перед людьми. То есть вот в этой истории, когда пророк, саллафи саллим, приказал им, чтобы читал намаз над вами или возглавлял намаз тот, который больше знает Куран, не нашлось из всех взрослых никого, кроме вот этого 7-летнего ребенка, который знал Куран больше остальных. Это потому, что сподвижники всегда переезжали, когда ехали куда-то, останавливались в их деревне, в деревне вот этого Амра ибн-Саллима. И в его доме останавливались, и его сын, то есть сын этого Амра ибн-Саллима, то есть сам Амр ибн-Саллима, останавливались сподвижники где? у его отца в доме. И он постоянно сидел со сподвижниками, и пока они у него находятся, что-нибудь от них выучивал из Кур'ана. То есть спросил, чтобы он ему что-нибудь дал заучить, и заучивал. То есть пока этот сподвижник у них дома находится. Потом сподвижник уезжал дальше, приезжал, когда-нибудь там второй, от него тоже учился. Понятно. Да так он выучил Кур'ан больше, чем остальные люди в его деревне. И вот управлял затем намаз, несмотря на то, что был младшего возраста. Говорит, И известно то, что оба этих человека, то есть и Малик Ибн Хаваирис и Амр Ибн Саляма, после того, как уедут от пророка, и он приказал им давать азан, то что они все приедут своему народу. Так или нет? Он и не сказал, чтобы каждый из вас там произносил азан. А Малик Ибн Хаваирис вообще что сказал? Пусть один из вас призовет к намазу. В этом хадисе явный довод на то, что достаточно азана одного человека. Говорит, И то мнение, которое выбрали мы, также выбрал шейх Ибн Хаваирис, а также шейх Ибн Хаваирис и Малик Ибн Хаваирис. И когда мы говорим, что азан и икама являются обязательными к произношению, это не означает то, что произносение азана и икама является условием действительности намаза. То есть, если ты не совершил азан и икама, то ты за это получишь грех. То есть, если никто на этой территории не совершил азан и икама, то на всех ложится грех. И если был совершен намаз без азана и икама, то что? Намаз действительный. Намаз действительный, потому что азан это отдельная обязанность, а намаз это обязанность отдельная. Говорит, это потому что азан это отдельная самостоятельная обязанность. Аллаху а'лам и Аллаху лучше знает. Саида говорит примечание говорит имам Аннауи в книге Шарху а'лам и Аллаху. Говорит имам Аннауи в книге Шарху а'лам и Аллаху. Сказали шафииты. Саинкульна. Если мы скажем фарду кифая, что произнесение азана и икама является обязательностью для одного из группы. То самое минимальное, чем можно выполнить эту обязанность, чтобы азан распространился и был слышен до всех жителей этого места, до всех жителей этой местности. Саинканат кария сагира. Если местность маленькая. Бихайс иза азана вахид самиу куллюхум. Так что если один человек произнесет азан, все жители деревни услышат этот или этой местности услышат этот азан. Са катал фарт бивахид. То обязанность произношения азана, что делает? Спадает произнесением одного единственного азана. Ваинканабалидан кабиран. Если же город является большим городом. То в каждом отдельном его районе должен быть принесен отдельный азан. Так чтобы результатом этого стало, что азан услышали все жители города. Если же азан в большом городе произнесет один человек и все. То этот. Что я прочитал. Са катал харач. Так. То спадает грех. Спадает грех. Именно от того района. То есть до которого дошел. Голос этого муазина. А на других ложится грех. Понятно или нет? То есть если мы говорим. Одна деревня. Если один человек произнесет азан, все услышат. Все. Этого достаточно. С них. Со всех них. Грех спал. Если же город большой, так что требуется. Например из 10 районов состоит. И когда произносится азан в одном районе. Его не слышно во втором районе. Так. И не слышно в третьем. То мы говорим, что в этом городе обязательно является произношение 10 азанов. То есть в одном районе свой азан. Во втором районе свой азан. Третий азан. Так что в итоге азан покрыл весь город. Азан покрыл весь город. А не просто какие-то отдельные районы. И если человек произнес в своем районе азан, и он покрыл его личный район, так, его собственный район, тогда с этого района ответственность спадает. То есть грех спадает. А с остальных районов, в которых не произнесены азаны, ответственность не спадает. Понятно ли, что такое фарду кефа лин джемия? То есть обязанность какая групповая? То есть один человек из группы должен что сделать? Пронести азан и спадает обязанность со всех. Следующий вопрос. Продолжение следует.